алматинцы любят арыки это часть истории города воспетая в искусстве и воспоминаниях старожилов знающие люди которых увы сейчас осталось не так много могут в деталях рассказать приезжим и юным алматинцам о смысле и устройстве головного арыка вдоль проспекта абая несущего горную воду из речки малая алматинка чтобы питать орычную сеть золотого квадрата все остальные тоже относятся к арыкам как чему-то должному или неизбежному они сопровождают нас практически на каждой улице города и сегодня в новом выпуске urban focus в центре нашего внимания алматинские арыки откуда они взялись изначально в предгорных городах центральной азии и других схожих регионов люди строили арыки для трех целей водопровод растительный канал и система охлаждения пыльного и знойного города все это работало в масштабах средневекового города и только благодаря запитке арыков горной водой в алматы тогда верном ставку водоснабжение тоже сделали на арыки для этого в 1899 году алматы построили головной ары вдоль проспекта абая позднее на нем появилась система шлюзов для спуска воды вниз вдоль улиц с юга на север в других частях города арыки встречались редко только в местах где имелся постоянный источник воды маленькие речки ручьи и родники с разрастанием города особенно в годы бурный микрорайонной застройки продолжающейся до сих пор арыки стали появляться повсеместно но они уже использовались для совершенно других целей для отвода поверхностных вод иначе говоря они использовались как ливневые канализации но большинство времени когда нету дождей арыки стояли да и сейчас стоят пустыми действительно а почему они пустые большинство времени советское время эта часть инфраструктуры вообще не была сильной стороной многие даже не совсем понимали для чего все это нужно водосточной системой алматы главным образом были арыки лишь в 80-х годах начали строить подземные закрытые системы с колодцами но лишь малая доля всей инфраструктуры приходится на них о функции арыков как о ливневой канализации говорилось уже открыто решение было дешевым но следов исторического их назначения охлаждение воздуха и орошение не было уже тогда не говоря уже о лирике и романтике а как же деревья ведь арыки им дают воду для полива зеленых насаждений еще 20 лет назад рекомендовалось построить новую растительную сеть и этот подход был применен при реконструкции ряда улиц и парков 2017-19 годах питание деревьев через пробоины в бетонных блоках спорное решение в прошлом растительная функция арыков означало что человек физически черпает воду из арыка для полива зеленых насаждений взрослые деревья питаются в основном подземными водами молодые же требуют поверхностного полива их корневая система может деформировать уклон арыка что даже на одном участке может привести к нарушению всего стока современная автоматизированная система полива не только дешевле и экономичнее но и эффективнее для здоровья зеленых насаждений чем арыки особенно те которые построены только лишь для отвода ливневых вод вернемся к нашим арыкам а они как вы все сами прекрасно знаете большинство времени стоят пустыми и оправдывают свое существование лишь во время дождей живыми в алматы можно назвать только арыки которые запитываются из головного арыка или из некоторых других источников вод инвентаризация арычной сети результаты которые ожидаются в этом году позволит нам получить ответы на два вопроса какие арыки откуда наполняются водой и куда они потом выводят потоки и стоки это поможет решить что из 1200 километров арыков алматы следует сохранить и реконструировать это арыки сезонная запитка которых идет из относительно стабильных водных источников они будут охлаждать и увлажнять воздух города радовать глаз прохожих и оставаться визитной карточкой города их также можно местами превращать городские оазисы усиливая их роль в терморегуляции но самое главное данные инвентаризации должны стать основой для проектирования полноценной системы ливневой канализации в городе ну а кемат в лице управления зеленой экономики до сих пор был настроен рассматривать арыки первую очередь для отвода дождевых вот что плохого в том чтобы считать и реки ливневкой во-первых экология вместе с зажжевой водой в реки попадает множество загрязняющих веществ это автомобильные масла реагенты осевшие частицы сажа от выхлопных газов и так далее иногда это могут быть даже шприцы непонятного происхождения или мертвые животные далее все это загрязняет подземные воды реки и почвы болезни и гибель деревьев большинстве своем вызваны не сколько сухостью арыков столько загрязняющими веществами которые попадают в почву через арыки во время дождя кроме того открытые лотки задерживают мусор и могут накапливать патогенные организмы на сегодня нет ни законов обязывающих проводить очистку дождевых стоков невозможности это делать на рыках эффективное землепользование как уже было сказано те арыки которые советские а потом и по инерции казахстанские инженеры запроектировали как ливневку большинство дней в году стоят без дела современный город не может позволить себе держать мертвым грузом десятки квадратных километров городского пространства по подсчетам специалистов от 3 до 7 процентов открытого городского пространства используется подарочную сеть безопасность они создают неудобства при переходе улиц и использование обочиной парковки кроме того реконструкция арыков последних лет на многих участках значительно загубили их и теперь порой достигая полутора метров глубину они травмоопасны в 2017 году от падения воры погибла девушка есть участки на которых арыки заложены вровень с дорогой во время осадка становится незаметной границы между проезжей частью парковкой и арыком это не ливневка наконец рычная сеть не справляется с ролью ливневой канализации без коллекторов и распределители невозможно управлять доживым стоком каждый алматинец хорошо знает завораживающее зрелище бурлящих потоков по обочинам улиц затопленных тротуаров и воды рвущийся на поверхность из-под решетки слива почему в дождь затапливает дороги и тротуары в открытые арыки постоянно попадает много постороннего люди бросают мусор с деревьев падают листья и ветки несмотря на наличие кустарного типа уловители перед перекрестками все это мешает течению во время дождя поток увеличивается и вода разливается на тротуары и проезжую часть по замыслу инженеров открытой ливневки с проезжей части воду должны уводить уклоны от водораздела и кюветы сбрасывающие воду в узкие засоренные арыки уклоны кюветы имеются не везде а если имеются то такое решение исправляется даже со средним объемом осадков для этих целей человечество уже давно придумала водосборные колодцы накопители и распределители подземной закрытой канализации а что если реконструировать рычную сеть реконструкция существующей арычной сети возможно только в тех участках где имеется относительно постоянный источник природной воды для цели же водоотвода приспособить арыки невозможно во первых это потребует увеличение технических характеристик текущей арычной сети увеличение пропускной способности эффективности что заберет еще больше общественного городского пространства во вторых это потребует значительные вложения в новые нормы эксплуатации это автоматизация механизация но даже это не решит вышеуказанные проблемы с экологией и безопасностью а как должно быть что такое ливневая канализация современная система дождевой канализации включает организацию регулирование и транспортировку поверхностного стока а также сооружение по очистке сбору и использованию создание таких систем выступает драйвером для развития местных индустрий внедрение новых технологий повышение качества городской инфраструктуры и качество жизни в целом в инженерно-техническом плане речь идет о сети трубопроводов ливнеотводов и других систем сбора поверхностных вод а также о подземных коллекторах распределителях очистных сооружениях и технологий использования водосбора в мире достаточно примеров решения для различных рельефов климатических условий и так далее некоторые примеры можно посмотреть на сайте американской ассоциации транспортников ссылка на нее будет в описании среди которых есть закрытые открытые инновационные экологичные решения дождевая канализация в городском пространстве это больше чем просто устройство для отвода поверхностных стоков закрытые системы позволяют увеличить площадь земли общественного назначения способствует более рациональному землепользованию в плотно настроенных участках города решает проблему безопасности озеленение охраны природы и транспорта помогают повысить инженерную защиту интенсивнее осваивать подземное пространство позволяют использовать дождевые воды для хозяйственных нужд более гигиеничны в эксплуатации как будут поливаться деревья речь сейчас идет о барыках которые питаются только от апмосферных осадков во время дождя же деревья поливает сам дождь а подвалы домов потапливать не будет ливневая канализация как раз-таки предназначена для управления дождевой талой водой она будет через специальные отверстия забирать воду с поверхности пока дальше от инфраструктуры домов дорог и тротуаров а также к рисе ну на самом деле areки гораздо комфортнее для перемещения крыс чем закрытая система ли в него канализации причем самое интересное до недавнего времени с них и предписывали использовать городах закрытые системы дождевой канализации открытые все 7 водоотвода допускался использовать только в малых и средних городах, сельских населенных пунктах, парках и районах с малоэтажной застройкой. Хорошо, что же нужно, чтобы в городе появилась закрытая система ливневой канализации? Это потребует многих изменений, включая вопросы бюджетного и стратегического территориального планирования, градостроительного и экономического регулирования, влечения к гаражам, экспертов, застройщиков и так далее. Резюмируя, хотим ли мы лишить город Орыков? Нет, Орычная сеть в прошлом являлась важной составляющей инфраструктуры города. Мы убеждены, что Орык – это неотъемлемая часть идентичности Алма-Аты. Расположение Орыков являлось определяющим фактором преградации кварталов и ориентации улиц. Орык являлся и должен оставаться визитной карточкой города, его исторической чертой, знаковым объектом уличного ландшафта. Они должны быть сохранены как декоративно-архитектурный элемент в тех частях города, где могут запитываться водой относительно спокойно из природных источников. Ну а пока ставьте лайк и распространяйте это видео среди тех, кому так же, как и нам, не безразличен этот город.